Как открыть Etsy-магазин из Украины и стран бывшего СНГ сегодня, если вы живете на две страны? Что нужно указать при открытии? Как и кому потом платить налоги? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Хочу ответить на вопрос мастера. Если создать Etsy-магазин в США или другой европейской стране, как платить налоги? Плюс добавить тем, кто только начинает изучать, почему с 26 апреля нельзя открыть новый Etsy-магазин из Украины и стран бывшего СНГ. Кто может открыть за границей магазины? Что нужно указать в магазине? Что нового? Кто платит налоги и выводы? Друзья, для тех, кто начинает изучать ситуацию, 26 апреля, к сожалению, Etsy приняли решение сократить открытие Etsy-магазинов на PayPal. Теперь на PayPal открыть Etsy-магазин невозможно. Это гласит, что в этой стране она, к сожалению, не поменялась. Здесь написано, что временно, но нет ничего более постоянного, чем временное. И здесь есть страничка, в каких странах Etsy-паймент доступен. К сожалению, Украина так со временем и не появилась в этом перечне. Если вы просмотрите самостоятельно, я вам вкладки в Help-центре оставляю. Посмотрите, почитайте, кому интересно. Но суть такова. И сейчас на данном этапе мастера начинают искать, задумываться разные варианты. В первую очередь изучать налог обложений и думать, что будет при открытии. И вот в первую очередь, перед тем, как подумать о налогообложении, давайте поговорим, чем разница открытий и заполнения Etsy-паймент, когда вы заполняете вкладку How You Get Paid. Получается, если раньше вы видели мои видео, как открыть Etsy-магазин, то вся разница в том, что во вкладке, когда вы раньше указывали адрес PayPal и карту банка, сейчас нужно указать намного больше реквизитов. И что же за эти реквизиты нужно указать, заполняя Etsy-паймент? А вот посмотрите, нужно указать, желательно на английском, ваше имя и фамилию. Я вам рекомендую все же Etsy-магазин открывать на английском, потому что большинство покупателей и продвигать вам магазин нужно будет на английском. Значит, имя, фамилия, ваш номер плательщика налогов в этой стране, из которой вы планируете открывать, где вы зарегистрированы, ваш точный адрес, город, страна, индекс, все должно быть на английском, где находится банк, страна, тоже адрес, название банка и банк, да, не забудьте указать первые буквы с учетом буквы, на него, на этот расчетный счет вам отправят Etsy-депозит, свифт банка, вам отдельно будет нужно заполнить информацию про карту банка, кредитную карту, VIT ID, если вы плательщик НДС, приложить скан любого документа, там перечни их будет гораздо больше, чем я указала, разрешение на проживание в этой стране, международные водительские права, паспорт. Друзья, пишу эти документы по памяти, помогало мастеру открывать Etsy-магазин из другой страны, поэтому там объем достаточно информации обширный, и что это значит? Когда вы будете планировать открывать Etsy-магазины, вы или ваш член семьи, друг за границей, то фактически вы открываете Etsy-магазин в США и Европе, указывая очень подробно все свои налоговые данные и подтверждаете еще их отсканированными документами. Плюс, если вы приложите один отсканированный документ, вас могут запросить остальные, если они понадобятся при ручной проверке модераторов. Будьте к этому готовы. И теперь владельцу магазина, который человек открыл, указал страну, важно узнать, как в этой стране, в его стране, новой стране, которую он указал, облагается налогом малый бизнес, с продажей на Etsy, продажей именно этих товаров. И нужно будет платить налоги согласно законам этой страны. Если у вас, либо у вашего друга, родственника, двойное гражданство, разрешение на жительство, либо это у вас так, то вам нужно будет платить налоги в двух странах. В той, в которой вы открыли магазин, и в той, в которой вы там живете, например, временно, частично, либо ездите из одной и другую страну. Друзья, кстати, кому интересно, мой Etsy-магазин HowToSellCrafts, YouTube-канал Светлана Прохоровская, если вам нужны другие видео. Смотрите, друзья, рассмотрим пару примеров. Первый вариант. Вы гражданин одной страны. У вас есть вид на жительство, разрешение, оформлен налоговый номер, открытый счет в банках за границей. Тут вам все просто. Вы из этой страны можете на себя открыть Etsy-магазин и работать, узнать о правилах на обложение в этой стране, в стране, где у вас есть гражданство, оплачивать налоги там и там. Получается, вам нужно будет платить налоги на две страны. Вот здесь вам нужно будет этот пункт внимательно изучить. Второй вариант. У вас есть родные и близкие, друзья за границей, которые решили вам помочь открыть на себя Etsy-магазин. Друзья, кто смотрел мои или читал статьи раньше, я всегда рекомендовала мастеру открывать магазин самому на себя. Потому что если вы подобьете либо родственника, либо друга на открытие магазина, и он об этом не будет узнавать, читать, то у него могут быть проблемы с налогообложением. Значит, вывод сейчас на данном этапе такой. Если вы не можете обойтись без его помощи, ваш родственник, друг, должен узнать перед открытием Etsy-магазина о правилах налогообложения бизнеса в этой стране, оформить все, узнать, какие налоги ему нужно будет платить по этому виду деятельности. Самое интересное еще, что на Etsy есть со временем, да, вот последние годы появилось несколько вкладок. Там показывается, что вы можете добавить партнера, из какой страны этот партнер. Если это член семьи, то вы можете и в ShopMembers указать, кто из членов этого магазина чем занимается. Кто-то владелец этого магазина. Еще один маленький нюанс. Человек, который открывает Etsy-магазин, который числится к аккаунту, которого привязывается этот магазин, он владелец. И в первую очередь, он ответственен за налогообложение именно этого интернет-магазина. Если какие-то проблемы, неоплаты, то все претензии будут касаться именно его. Не вас, не тех людей, которые делают, например, или работают еще дополнительно в этом магазине. А вот человек, который указал себя как владельца магазина, он, скажем так, за все и платит. Поэтому ему нужно быть крайне внимательным, узнавая и изучая законы этой страны. Еще можно, если вы в друзьях, то вы можете вас указать как партнера, как члена семьи, я сказала. Плюс еще там есть раздел About. Если это у вас семейный бизнес, если вы члены семьи, то даже в About нужно обязательно рассказать, указать, прописать. Друзья, еще раз подчеркну. Даже если вы сейчас открываете Etsy-магазин из-за границы, пожалуйста, открыл Etsy-магазин, не оставляйте главную страницу полупустой. Очень часто магазины попадают под автоблокировку. Поэтому для того, чтобы, если вас менеджер будет проверять, чтобы у вас было видно, кто вы, что вы, что вы продаете, по одному-двум товарам, листингам, которые вы сразу видите, этого не видно. Поэтому вам крайне важно полностью заполнить главную страницу своего интернет-магазина и заполнить абсолютно все вкладки. Рекомендую вам искренне заполнить вкладку About. А вас, кто члены этого магазина, а кто работает в этом магазине, каким видом деятельности вы занимаетесь, добавить фото, как вы производите этот товар, продукцию, чтобы было видно, что это ручная работа, что это ваше изделие, а что вы не продаете это из других, и не перепродаете просто так из других стран, потому что перепродажа, как таковая, до сих пор на Etsy запрещена. Поэтому обратите на это внимание. И следующий момент выводы. Чтобы открыть Etsy-магазин из другой страны, вам нужны документы, указанные выше. На вас, либо на автора этого магазина, на члена семьи или на друга, который будет открывать этот интернет-магазин. Если ваши родные за границей открывают бизнес на себя, чтобы помочь вам, они становятся предпринимателями, и им нужно уплачивать налоги по законам страны, в которой они регистрируют бизнес. Если это вы, вы живете, работаете на две страны, то вам нужно изучить налогообложение двух стран. Возможно, есть законы договоренности между странами, чтобы налогообложение не задваивалось. Друзья, плюс еще не забывайте, что если вы введете, тоже получаете доходы какие-то из-за границы, даже если, например, ваш член семьи оформит за границей магазин на себя, но вам будет пересылать регулярно деньги, то вам тоже нужно подумать, как вам в этом, в стране вашей, где вы проживаете на данном этапе, тоже нужно будет уплачивать налоги. Помните про степень родства. Если это мама и дети, да, это одно, а если, например, это друзья, это будет совершенно другое. Друзья, подчеркну, я не юрист. За информацией по налогообложению обращайтесь, пожалуйста, к юристам, более точной, более подробной. Это нужно указывать страну, в которой вы живете и работаете, основную вашу страну, частично, где вы сейчас живете, работаете, и изучать налогообложение этих двух стран. Друзья, с вами была Прохоровская Светлана. Если у вас вопросы, напишите под этим видео. Я вам желаю удачи в ваших продажах, продажах за границу. Смотрите мой YouTube-канал, задавайте ваши вопросы. Если нужно, загляните в мой Etsy-магазин. И пока, до встречи в следующих видео. Удачи вам во всем!